Здравствуйте, друзья! Привет! Таня! Hello dear friends! Hello! сказала Таня. Итак, сегодняшнее наше видео мы посвящаем борьбе с коронавирусом. Okay, so today we will show you a special recipe to combat coronavirus. It's a... okay, I'll let Alex talk first. Да, это мои слова, Alex. Таня говорит. Итак, но мы, если серьезно, хотим поделиться нашим рецептом кофе. Интересно, что для Тани это было открытие. Таня opened new tests in coffee. Таня больше любит без добавок разный кофе. Yeah, so actually it is Alex who likes to experiment with different ingredients to put into coffee. He sometimes even puts garlic and chili into his coffee. And actually it tastes quite nice and I'm sure it's super healthy. Yes. Но прежде чем мы скажем, какие рецепты мы будем использовать в нашем сегодняшнем кофе, ингредиенты, подпишись на наш канал. Yeah, please like us. Like us and subscribe us. Yes. Почему это важно? Потому что тогда у нас будет другой новый мотив записать в следующем виде. Но хорошо, сегодня рецепт кофе, он состоит из трех важных ингредиентов. Okay, so there are three ingredients only today. Well, four with the coffee, obviously. Четыре, конечно. Кофе. Это, оператор, пожалуйста. Yes. Имбирь. So, this is ginger. Корень куркумы. Curcuma, fresh curcuma. Yeah. Make sure you can get fresh curcuma. И апельсин. And orange. Но только мы используем цедру апельсина. So, we only use the zest of the orange. Мы подготовили уже заранее, как это выглядит. Но что нам нужно для этого? Первое, начнем с апельсином. Мы берем средний по размеру апельсин. So, important use a small grater. Because if you use a big one, you will get a pulp into it and the pulp is bitter. So, we only really want the orange part of the zest. Yes. Мы берем маленькую терку. Небольшую. Посмотрите, пожалуйста. Здесь... Yeah. So, not too much. Not too much. Здесь только цедра. Нет белой. Нет. Если вы возьмете большую терку, у вас будет много... Нет, вместе с цедрой вот этой апельсиновой кожуры, который испортит вкус и добавит горечь. Используйте маленькую. Следующий. Корень куркумы. So, how much of the curcuma? Can you show us, please? Ну, примерно... Okay. Примерно вот столько. How about this? Maybe that's like two centimeters? Да. Нас два человека, значит, немножко побольше. So, that would be like for two people. Coffee for two people. We are preparing coffee for two people today. И вам надо самому экспериментировать и понять, что вам больше нравится. И мы используем примерно вот столько. And ginger, same, about the same amount as... Maybe a little bit more than the curcuma. Да. Это на двоих. Это на двоих человек. На одного немножко plain. Yeah. Итак. Что мы делаем? Как обычно. Наберем воду. So, first, obviously, we need water. Так. И добавим туда кофе. Мы используем вот это. Арабика итальянский. Супер кофе. Супер кофе. Это итальянский кофе. 100% арабика кофе. Да. Сколько? One. Two. Three. Ну а и больше не нужно. Okay. Three teaspoons is enough. Ставим газ и добавляем понемножку. Итак, сначала добавляем оранжевые зесы, куркума, и гинжер. Размешаем. Итак, этот рецепт очень интересен. Почему? Потому что он по своей специфике, ингредиентов, которые мы используем, имбирь очень сильный корень, сильные микроэлементы имеют, которые поднимают иммунную систему. В Китае это очень любимое средство от простуды, и также в Китае лечат депрессию этим корнем. То есть, чиновские люди любят использовать эти ингредиенты, потому что они очень хороши для иммунной системы. Я думаю, это то, что ты сказал. Да, вот ты сказал. Итак, имбирь все знают. Он поднимает энергию, дает много силы. И у нас куркума, она тоже очень имеет сильные бактерицидные действия. Да. So, куркума is an antibacterial, has antibacterial properties. Апельсин вы используем только ради вкуса. И, дорогие друзья, сейчас играет любимая Тагина песня. I didn't understand what you were saying. Да. Попробуйте, пожалуйста, кофе с апельсином, вот с цедрой отдельно. Вы делаете эксперименты. Это реально очень увлекательная платформа кофе для экспериментов с разными вещами. Например, даже если вы добавите... А что вы добавите? ЛАЙК! Вы добавите! И после того, как вы добавите лайк, я скажу простой, самый простой способ, как из любителей кофе перейти в гурманный кофе. Ты поставил лайк? Это гурмейный кофе, а также здоровый кофе. Просто попробуйте. Вы любите. Да. Это немного соли добавить в кофе. Соль. О! И ты почувствуешь другой вкус кофе. И ты почувствуешь другой вкус кофе. Как вот эта песня. Синекарского пивона из Африки. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Мали, Мали-музик. А, Мали-музик. Ой, Таня, Таня favorite Mali-музик. Таня мечтает вернуться в Мали. Итак, мы аккуратно мешаем. Смотрим, чтобы он у нас не убежал. А то в первом видео у нас видео, когда мы варили кофе в апельсине. Все пошло не по сценарию. Я думаю, этот тоже не пойдет по сценарию. Самое главное... Оператор, please translate. Sorry, my version is not that advanced yet. Таня, you speak 7 language, please. Fantasy. Okay, I'll just make it up what he said. What I was... Итак, Танины фантазии не хватает. Hey. Ну, итак, мы ждем. Наши кофе подходят. И интересно, что надо подождать кофе, чтобы набрало вот этот смак, вот этот смачный вкус. Итак, что у нас происходит? Мы немножко сейчас помешаем. И... Так, пожалуйста, translate. I think what he said, he's stirring the coffee a little bit. Yes. Yes? Yes, yes. Correct? Correct, correct. Good. Why? Why? Наши ингредиенты надо время, чтобы в воде, в кофе они растворились хорошо. Okay, the ingredients need to infuse properly, so make sure to stir and also that it doesn't stick to the bottom. Да. И как вы заметили, дорогие наши пользователи, подписчики, у нас появились две чашечки. Для чего? So, we have two little sweet cups. Guess, please, обгадай, зачем? So, you're invited to try this coffee. Потому что мы скоро с Таней будем пить этот замечательный напиток. I want what? Okay. Very soon, we will try, test this beautiful coffee. Please translate Russian, Таня. pelez. Ура! Давай, 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 давай. 들ей, let's go! Мы, мы, мы была, мы была куз, кузна кофе пить. Вот что делает Дуолинго и Сашка, Сашка и Дуолинго. На самом деле Дуолинго хорошая программа, но Сашка лучше. Он говорит, что он лучше, чем Дуолинго. Я лучший пичер. Только мне надо самому еще много учиться. Таня, пожалуйста. Итак, вернемся к нашим баранам, как говорится. Здесь у нас кофе подходит, дорогие наши телезрители. Я помешаю, и я чувствую запах. И запах вот этого потрясающего фрукта. Апельсиновый запах, потрясающий. Очень красивый. И так, наш кофе закипает. Даю немножко, несколько секунд покипеть. И я выключил. Пошел дымочек и запах. И на практике лучше, после того, как кофе закипит, дать постоять 2-3 минуты. 2-3 минуты. 2 минуты. Значит, 2 минуты. 2 минуты. Два минуты, после заваривания. Да. Почему? Наша цедра, джинджер, Аааа. Окей. Не только кофе, но и другие ингредиенты. Вы не хотите их в голове, когда пить кофе. Так что, да. Вы должны ждать немного, чтобы все все сцепится. И потом, вы получите вкусный и здоровый кофе. Ну что, но мы не будем ждать этого времени. Мы уже сразу разольем с Таней. Пожалуйста, оператор, посмотрите, какое чудо. Ооо. 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 Как это красиво. Beautiful. А какой запах. Запах супер. И так, дорогие наши друзья. Ты поставил лайк? Поставил лайк. Молодец. If you like us, like us. And subscribe to us, please. Да. И так, мы поделились этим реальным интересным и полезным рецептом кофе, яйца, джинджер, куркума, термелик, и оранж. Да. Оранж, пил, куркума, и джинджер. Фантазируй, придумывай свои рецепты. Для нас это очень хороший и полезный иммунно-поднимающий эффект имеет этот чай. Да. Это действительно усиливает вашу иммунную систему. Ну что, хочу пожелать вам не болеть и успешной борьбы с коронавирусом. Okay. Stay healthy and stay tuned to our channel. Bye-bye. Au revoir. Sayonara. Sayonara. Salaam aleikou. Au revoir. A bientou. It's tight. Субтитры сделал DimaTorzok.